В мире цифровых платежей, каждая монета хочет быть большим яичком Биткоин закрепил за собой место средства сбережения, но король ПТП платежей не был еще короновым Есть много вариантов, но одна монета пытается отвернуться от звания конфиденциальной монеты, чтобы забрать эту корону Мы откопали некоторые новости, которые могут стать именно тем, что поднимет эту монету на новый уровень И также мы добавим дэшевое предсказание цены Добро пожаловать на BitBoy Crypto, криптовалютный канал номер один во всех интерсетях Меня зовут Бен и каждый день я показываю вам, как зарабатывать деньги в криптовалюте Если вы любите деньги и крипто, убедитесь в том, что вы нажмете кнопку подписаться и колокольчик Сегодня мы обсудим дэш, монета, по отношению к которой мы были настроены по обычаю очень сильно уже некоторое время И позже в этом видео я также расскажу вам предсказание цены для дэша на 2021 год Несколько месяцев назад Битрикс и другие обменники решили снять дэш и другие конфиденциальные монеты В прошлом месяце я рассказал вам, что дэш и дэш-коргрупп начинают отходить от того, чтобы быть конфиденциальной монетой Следом за его напряженной торговлей на Битриксе, дэш отрекся от звания конфиденциальной монеты Официальный твиттер Dash Foundation, AdDashPay, твитнул об этом С технической точки зрения, конфиденциальная функциональность дэша не больше, чем у биткоина Что делает ярлык конфиденциальной монеты для дэша неуместным Мы связались с Bittrex Exchange, чтобы запросить встречу с их командой согласования Надеемся, это будет скоро улажено Кроме твита от DashPay, руководитель Райан Тейлор объяснил в серии твитов, как криптовалюта в своей сути далека от того, чтобы быть построенной на конфиденциальности Также Тейлор позже послал письмо в Финсен с возражениями по поводу включения дэша как валюты с усиленной анонимностью, или AEC Это создает угрозу закону и национальной безопасности Нарратив всегда таков В письме Тейлор объяснил, что это приписывание неверно для дэша Добавив, что это потому, что оригинальный форк дэша Xcoin, который позже был переименован в Darkcoin его первоначальным создателем, и впоследствии переименован в Dash Тейлор написал им следующее Те, кто видят Dash как риск отмывания денег, основывают свои предположения на старой и неверной информации Это правда, что основатель дэша, который больше не имеет отношения к проекту и не имел почти 4 года Анонсировал вскоре после запуска дэша в 2014-м первоначальный фокус на усиление псевдонимности биткоина через внедрение CoinJoin И переименовали монету, которая называлась Xcoin, в Darkcoin Это преждевременное решение осветило Dash в негативном свете И спровоцировало сенсационное освещение прессой, описывающая Dash как криптовалюту, способствующую незаконным действиям Тем не менее, с середины 2014-го фокус проекта сместился существенно Монета была названа Dash в марте 2015-го, чтобы отразить новый фокус сети на предоставлении пользователям скорости платежей и эффективности Нежели на псевдонимности и анонимности Скорость, эффективность и превосходный пользовательский опыт остаются фокусом Dash Но, к сожалению, наследственная приватно-анонимная репутация осталась Особенно в СМИ Кто бы мог подумать, что медиа попробует раздуть сенсацию из чего угодно Согласно Тейлору, Dash стал менять свою суть с 2015-го года Нынешний Dash Foundation сайт заявляет, что Dash — это лидирующая платежная криптовалюта Копнув немного глубже, мы обнаруживаем, что в 2017-м исследователи в Принстоне и университете Джона Хопкинса обнаружили, что функция перемешивания конфиденциальности Dash скорее для шоучинга, для чего-либо еще Исследователи отметили, что протокол перемешивания Dash невероятно слаб Итак, Dash Core Group, пожалуйста, от всех нас в исследовательской команде BitBoy Crypto за этот забытый документ Dash Pay также пригласил всех регуляторов не только из Соединенных Штатов для обсуждения их криптовалюты с целью большего ее понимания Ребрендинг их нацеленности от конфиденциальности также явно виден, когда вы обращаете внимание на недавнее сотрудничество с Крейпой и инвестиции со стороны инвестиционного фонда Dash что открывает 155 тысяч физических и 75 торговцев онлайн, которые принимают Dash сейчас в США Да, вы поняли меня верно Пока институционные инвесторы покупают биткоин как средство сбережения Dash добился массивного сотрудничества для адаптации его использования в розничных магазинах Эти магазины включают выдающиеся бренды такие как American Eagle, AutoZone, Best Buy, Chili's, CVS, Domino's, DoorDash, Gap, Lois, Staples и более 200 национальных продавцов и ресторанов И это именно так Вы сможете использовать Dash, чтобы платить за свой DoorDash и давать чивые своему Дэшеру По крайней мере, что-то типа того Крейпэй будет принимать Dash для покупки подарочных карт для использования в магазинах Тем не менее, это огромные новости и сейчас это позволяет миллионам американцев использовать Dash для покупки продуктов в более чем 200 магазинах по всей стране используя Dash-подключенную версию приложения Крейпэй Далее, пользователи Дэша будут иметь дополнительные преимущества Например, приложение Dash Крейпэй будет предлагать доступ к большему числу продавцов и сбережений Все потому, что сеть Dash имеет низкую комиссию по транзакциям Вот, что я называю прогресс Dash скоро сможет стать лидирующим методом криптовалютных платежей в Соединенных Штатах Обгоняя биткоин, который сейчас принимается всего лишь 18 739 продавцами в США Согласно CoinMap.org Венесуэла, конечно же, тоже была фокусом для Dash Так как криптовалюта была широко принята в финансово уничтоженной стране Что, конечно же, некоторые люди могли бы сказать будет будущим Соединенных Штатов Если мы пройдем через такую же гиперинфляцию, что и Венесуэла Возможно, мы туда направляемся Еще один ключевой факт, касаемо Dash, это то, что он недавно подписал партнерство между DashPay и NowPayments.io Теперь у него тоже есть свежевыпущенная функция DashPay, которая изменяет криптографические адреса на имена для удобства использования В плане обмена, Dash начал интегрировать FastPass в некоторые криптовалютные обменники, чтобы предоставить беспроблемный опыт для пользователей Dash, задействуя ChainLocks или InstantSend, открывая доступ к быстрым транзакциям Сейчас партнерские обменники включают в себя Coinbase, Coinbase Pro, Liquid, KuCoin, HitBTC, Hummingbot, Quadency, BuyBox, WhiteBit, Indodex и многие другие Dash также положил глаз на облачные сервисы Amazon и Google с их грядущим приложением Dash Platform, которое будет позволять пользователям хранить файлы на облаке, используя Dash Drive И этого недостаточно. Dash также представит умные контракты и нативные Dash-монеты, как Эфир 2.0 и Кардана Dash поднялся более чем на 115% только в 2021 году Согласно недавнему отчету Dash Core Group, покупной объем проекта подпрыгнул на 282% в прошлом году Вечеринка только начинается Итак, как высоко Dash может подняться в этом бычем цикле? Я верю, что у Dash есть хороший шанс побить его предыдущий all-time high в 1500 долларов Я думаю, что в прошлом цикле он взорвался больше, чем кто-либо себе мог представить И я не вижу ни одного пути сравниться со взрывом в 2017 Но я думаю, что Dash вырвался наружу и не остановится ни на минуту Мое предсказание для Dash в 2021, он поднимется до 2200 долларов Отсюда это приблизительно 10x и это пробьет новый all-time high Но если он сможет стать основным методом цифровых платежей в нескольких странах Потолок может быть гораздо выше И да, прежде чем я уйду Большое с днем рождения для Dash, который отпраздновал свой день рождения в прошлом месяце Поздравление Dash и его держателям А что вы думаете о Dash? Оставляйте ваши комментарии и предсказания цены внизу У меня это все, благослови вас, пока Спасибо BitBoy Crypto, подписывайтесь на его канал Спасибо ему за контент Всем профита